Привет, дорогие! Надеюсь, вы любите лавандовый цвет так же, как люблю его я. Потому что я его просто обожаю. Так, для этого макияжа вот с чего мы начнем. Мы возьмем темно-лавандовые, такие скорее фиолетовые тени. Это стик от i-tip. Наверняка видели такие. Они мне нравятся тем, что очень хорошо держатся. Так, их мы наносим с вами в складку между веками. Даже так, во внешний уголок складки между веками. Я, как всегда, рисую свою любимую V. Если вам вот такая форма глаз не нравится, рисуйте просто полукруг небольшой здесь. Все нехорошие, но когда они заканчиваются вот здесь на кончике, они кончаются здесь быстрее всего. Их становится очень-очень тяжело добыть. Они ложатся не совсем так, как ожидаешь от них. Так, но тем не менее с ними мы закончили. Мы берем из той же коллекции светло-лавандовые. И наносим их чуть-чуть-чуть во внутренний уголок глаза. Так. Не пороняешься, не накрасишься. Мой девиз. Вечно что-нибудь роняю. Вы это видели? Честно говоря, у меня такое в первый раз оказалось. Так, ладно, окей. Мы будем заниматься позднее. Хорошие тени. Да, я так им верила. Ладно, хорошо. Передвигаемся к следующему бунту нашей программы. Мы берем с вами вот такие фиолетово-лавандовые тени. Это Cowgirl, которые у нас, конечно, больше не продаются. Нет. Тени отличные. Мне их покупала мама очень давно, еще я в школе училась. Они до сих пор как новенькие. Во-первых, они мало использовались, несмотря на то, что я их много юзала. Но еще здесь отлично. Так. Наносим на подвижное веко. Нет, серьезно, ну какой эпик. Я вот этими IT пользовалась очень-очень долго. И никогда никаких эксцессов не было. А тут просто развалились на глазах у восхищенной публики. Ладно, было бы хуже, если бы это случилось со мной на фотосессии. Вот уж я бы облажалась. Так, красим, 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 красим. Теперь переходим к нижним векам. Так, еще бы мне не залезть рукавом вот в это все. Ну, так, значит, на нижнем веке у нас с вами будет сложная комбинация. Сначала мы берем вот такую кисточку, гелевую подводку. Окунаем туда немножко нашу кисточку. Потом мы берем темно-синие тени. Вот. Это какая-то дремучая палетка Dior. И аккуратненько вдавливаем в нижние веки. Значит, зачем такие хитрости? Благодаря гелевой подводке то, что мы с вами сейчас наносим, будет очень хорошо держаться. Дольше, чем тени. То есть, например... Так, сейчас. К тому же это дает глубины самим синим теням. То есть я очень люблю синий тень наносить, например, поверх черных теней, черного карандаша. Потому что тут же цвет становится более глубоким и выразительным. А благодаря тому, что это гелевая подводка, она еще держаться будет очень хорошо. В общем, сплошные плюсы. Сплошные. Потом для хайлайтера мы берем светло-розовые тени. Это те же Кава Гел. Наносим их под бровь. Они бы еще тут не вывалились. Какая у меня удачная идея. Так пугала глаза, раз уж мы тогда не смогли нанести эти лавандовые наших беглецов. Так, все падает, все падает. Так, и для подводки мы берем гелевый карандаш. Я заказала очередной Эйвоновский. Он черно-синий. Вот он. Оттенок Кабальд. Так, и мы рисуем стрелки на верхних веках. Боже мой, какой цвет. Не знаю, вы видите, сколько он насыщенный. Как легко он наносится. Ой, я просто в восторге. Просто балдею. Нужно будет заказать еще десяток таких. Так, надеюсь, вы увидели, насколько потрясающе это все выглядит. Теперь мы берем тушь. Римоль. Ни на что я больше не применяю. Наносим на нижние реснички. Осмысленный взгляд. Я, кстати, не знаю, вы видите, что у меня за спиной абсолютно развал всего, вот, всякой косметики. Я просто собираюсь на фотосессию, поэтому, если вы это видите, не обращайте внимания. Ничего страшного. Обычно такого нет. Это вот издержки моих сборов. У меня всегда кисти, ну, в смысле, упаковка для кистей, тени, сменка. Все валяется ровным слоем. Так. Верхние реснички. Я в очередной раз пробую обращивать челку. И, как вы видите, это приводит к тому, что она падает в глаза в самый неподвижный момент. Например, когда я крашу ресницы. Светлые волосы, черная тушь. Отличное сочетание. Супер. Какой-то несколько лет назад было модно, когда белые волосы, вот, черные полоски. Ммм, тушь. Все началось с того, что кто-то просто испачкался тушью, я думаю. Так. Ладно, шутки в сторону. Берем бронзер. Наносим его на оскулы. На подбородок. На нос. Глаза такие яркие, что я, наверное, не буду на синяки румяна. Возьму только хайлайтер. Вот он. Нанесу его под глазками. Так, немножко на нос. В плане губ тоже придерживаемся минимума. Я беру обычный полупрозрачный розовый блеск. Да, он с Hello Kitty. И он пахнет арбузиком. Так что, идеальное сочетание. Так, вот что мы имеем. Думаю, вам нравится. Главное, что цвета яркие, но в то же время не слишком кричащий макияж. Так что, надеюсь, он вам нравится так же, как и мне. Носите, развлекайтесь, а я на фотосессию.